Я рада новой встрече с вами! Здравствуйте, дорогие ребята! Снова начинаем урок русского языка для того, чтобы вы узнали много нового и интересного. Готовы? Тогда для начала отгадайте загадки, которые я для вас приготовила. Крупу в кастрюлю насыпают, водой холодной заливают и ставят на плиту вариться. И что тут может получиться? Как вы думаете, что это? Конечно, это каша! Фрукты, ягоды сварились, вкусноелись, сладко пились. Про него не зря твердят, он полезен для ребят. Про что здесь говорится? Угадали? Это компот. И последняя загадка. Ходит в белом колпаке с поварешкой в руке. Он готовит нам обед, кашу, борщ и винегрет. Это кто? Вы легко догадались, это повар. Скажите, ребята, где работает повар, который готовит нам кашу, компот? Правильно, в столовой. Сегодня на уроке побеседуем о вкусных блюдах и напитках. Прочитаем слова, в которых несколько согласных букв стоят рядом. Научимся правильно говорить слова. Есть, пить. Научимся отвечать на вопросы. Чей, чья, чьё, чьи. А также вспомним, как нужно вести себя в столовой. Ребята, слово «столовая» происходит от слова «стол». Прочитайте его. Стол. Назовите звуки, которые вы слышите в этом слове. С-Т-О-Л. Обратите внимание на схему. Как видите, в начале слова два согласных звука идут один за другим. Важно правильно произносить их. Стол. Прочитайте это слово. Школа. Посмотрите на схему. Тут тоже согласные в начале слова идут вместе. Правильно произносите их. Школа. Школа. Здесь вам надо внимательно прочитать эти слова и найти подходящие схемы к ним. Какое слово к какой схеме подходит? Слово «стакан» соединяем с этой схемой. Слово «крышка» подойдет сюда. А слово «продукты» сразу видно, связано с этой схемой, потому что оно самое длинное. И слово «крупа» подходит к этой схеме. Произносите правильно. Сначала «я», потом «вы». А теперь прочитаем чистоговорки. «Кра-кра-кра-кра». В банке новая икра. Теперь вы читайте. «Тра-тра-тра», а мы поем с утра. «Глу-глу-глу-глу». Нитку в дену, я в иглу. Еще раз вы. «Шки-шки-шки». Печет повар пирожки. «Кно-кно-кно-кно». «Это чистое окно». «Пло-пло-пло». «На улице теперь тепло». Прочитали? Молодцы! Хорошо поработали, ребята. А какие блюда вам нравятся, ребята? В школьной столовой готовят супы, котлеты, пюре, каши, макароны. Подают булочки, компот, чай. Думаю, они все вам по вкусу. Ребята, скажите, а суп едят или пьют? Конечно, правильный ответ. Суп едят. Я ем суп. Ты ешь суп. Он ест суп. Она ест суп. Мы едим суп. Вы едите суп. Они едят суп. А теперь посмотрите, как изменяется слово «пить». Я пью компот. Ты пьешь компот. Он пьет компот. Она пьет компот. Мы пьем компот. Вы пьете компот. И они пьют компот. Пить компот. Ребята, посмотрите сюда. Слова в предложении можно заменять словами «он», «она», «оно», «они». Компот – это «он». Каша – это «она». Яблоко – «оно». А когда нужно сказать о нескольких предметах, говорят «они». Если «он», то надо говорить слово «мой». Я думаю, вы это помните. Но сегодня мы опять вспомним эти слова. Поэтому «мой компот». Поэтому «мой компот», «мой суп». Если «оно», мы говорим «моё». Поэтому «моё яблоко», «моё пюре». А если «они», говорим «моё», «моё котлеты», «моё макароны». Ребята, когда мы задаём вопрос «чей», мы тоже должны помнить о том, что есть «он», «есть она», «есть оно» и «есть они». Если «он», мы спрашиваем «чей». Например, «стакан» – это «он». Мы должны спросить «чей стакан?» А это что? Да, это вилка. Вилка «он» или «она»? Конечно, это «она». Если это «она», то мы спрашиваем «чья вилка?» А окно? Окно – это «оно». Значит, надо задавать вопрос «чьё?» Чьё окно? Посмотрите, а стульев здесь много – это «они». Когда много предметов, мы задаём вопрос «чьи?». Например, «чьи стулья?» Ребята, представьте, что вещи, которые мы сейчас видели – это ваши вещи. Как вы ответите на вопросы «чей», «чья», «чьё», «чьи?» Чей стакан? Это «мой стакан». Чья вилка? Моя вилка. Чьё окно? Чьё окно? Это моё окно. Чьи стулья? Это «мои стулья». А теперь найдите слова, о каких предметах можно спросить «чей». Посмотрите внимательно. Это слова «класс». А здесь о каких предметах можно спросить «чья». Верно, это слова «школа», «столовая» и «ложка». О каких предметах мы спросим «чьё». Правильно, платье, окно. Вопрос «чьи» мы задаём, когда нужно спросить о нескольких вещах. Посмотрите на экран. О каких предметах можно спросить «чьи»? Правильно, это «продукты», «пирожки». Это «чьи продукты»? Это «чьи пирожки». Верно? Сейчас предлагаю прочитать текст «Наша столовая». В школе есть столовая. Там работает мама Айнуры. Она повар. Повар варит кашу и компот. В компоте яблоки, груши, вишни. Вкусный компот. Ещё раз самостоятельно прочитайте этот текст. Где работает мама Айнуры? В школе, в столовой. Кто она? Она повар. Что делает повар? Правильно, повар варит кашу и компот. А почему, как вы думаете, компот вкусный? А потому что в компоте яблоки, груши, вишни. Ну а теперь немного отдохнём и поиграем. Игра называется «Четвёртый лишний». Нужно среди этих вещей найти лишний предмет. Догадались? Если ещё нет, я вам немного подскажу, что едят, а что пьют. Верно, компот пьют, поэтому он здесь лишний. А кашу, котлету, пюре и суп едят. А здесь что лишнее, как вы думаете? Ну, конечно, стол здесь лишний предмет, так как стол – это мебель, а ложка, вилка, тарелка – это посуда. А теперь задание немного труднее. Ну-ка, догадайтесь, что здесь лишнее? Догадались? Я вам немножечко помогу. Вспомните, что мы проходили о словах он, она, оно, они. Здесь лишнее слово – это класс, потому что класс – это он, верно? Молодцы, хорошо поиграли. Взгляните на эти два рисунка. В какой столовой или среди каких ребят вы хотели бы сидеть? Чувствуете разницу? Я уверена, всем было бы приятно сидеть там, где чисто и тихо. Оказывается, даже в столовой существуют свои правила поведения. И их нужно обязательно знать, чтобы не было такого беспорядка, как во второй картинке. Все-таки мы люди, а не обезьянки из известного мультфильма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, ребята, мы сегодня вспомнили, как вести себя в столовой. Говорили о вкусных блюдах и напитках. Прочитали слова, где рядом стоят несколько согласных букв. Научились правильно говорить слова «есть», «пить». И отвечать на вопросы «чей», «чья», «чье», «чьи». Надеюсь, вам было все понятно и интересно. Прощаюсь с вами до следующего урока. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok